монетные браки является изюминкой нумизмати и это достаточно выгодное инвестирование потому что спрос высок а постоянное предложение на рынке отсутствует если вас интересует конкретный брак в описании под видео есть кликабельное содержание и так поехали и первый из распространенных браков чеканки это не про чекан это наиболее частый брак с не про чеканом рисунка и связано это с износом штемпеля либо отдельных его частей либо неровной заготовки и даже загрязнения штемпеля спрос на такие браки невысокие исключения составляют лишь случай с сильным не про чеканом цена такой высокотиражной монеты составляет около 200 рублей следующий частый вид брака это раскол штемпеля он образуется вследствие удара расколовшимся штемпелем металл проникает в трещины штемпеля образуя выпуклую линию главная особенность раскола в том что он всегда начинается от канта различает также полный и неполный раскол разумеется цена на полный раскол выше так как встречается реже такой брак для высокотиражной монеты такой брак оценивается в 250 рублей продолжением предыдущего брака является скол поскольку сколу предшествует раскол штемпеля имеющего двойной или множественный раскол брак вызван откалыванием от штемпеля его части это происходит потому что штемпель мог выработать свой ресурс либо штемпельная пара произвела холостой удар то есть произошло соударение штемпелей также скол мог произойти в результате попадания инородного предмета при чеканке надо сказать что такой брак является редким такие браки как правило выявляются на производстве и уничтожаются но иногда такие монеты попадают на закрытые рынки стоимость такого брака начинается от 300 рублей далее мы рассмотрим такой массовый брак как соударение этот брак выражен в виде негативного оттиска противоположного штемпеля потому что при чеканке между штемпелями не попадает заготовка и происходит холостое соударение штемпелей штемпеля ударяют друг по другу и деформируют друг друга после этого последующий чекан несет этот дефектный оттиск поскольку этот брак носит массовый характер цена на эту монету едва может превышать 50 рублей иногда при чеканке монет нарушается ее технология например положение аверса к реверсу несимметричны тогда такой вид брака называют поворот причины поворота могут быть разные это человеческий фактор а также разболтавшиеся крепления существует даже специальная терминология медальное расположение 0 градусов это для очекания по стандарту монет наибольший интерес у нумизматов вызывают повороты от 90 до 180 градусов вообще на первых монетах молодой россии начале 90-х монеты с поворотом до 45 градусов считались технологической нормой и не отбраковывались наиболее дорогой брак является с углом поворота на 180 градусов и в хорошем состоянии коллекционеры готовы подать за него полторы тысячи рублей выкрашка штемпеля название говорит само за себя происходит из-за изнашивания штемпеля и выкрашки части его рельефа и проявляется на монете в виде выпуклых фрагментов чаще всего выкрашка встречается на остальных монетах и реже на латунах обычно выкрашка ценности у нумизматов не представляет и цена ему номинал исключение составляет лишь выкрашки с оригинальным рисунком и больших размеров засорение штемпеля в простонародье засор его часто путают со сколом засорение происходит при попадании народных тел в процессе чеканки например стружки и проявляется на монете в виде впалых участков встречаемость брака достаточно редко но интерес к нему невысокий только монеты с большим засором могут стоить дорого за вот такой ред засор в единичном экземпляре нумизматах готовы отдать более двух тысяч рублей чекан вне гуртильного кольца он возникает при неправильном расположении заготовки при чеканке рисунок на монете может сместиться что приводит к изменению ширины канта такие брак имеет невысокую стоимость ценится только явно выраженные браки цена такого брака может варьироваться в пределах 400 рублей такой брак как смещение изображения очень похож на брак чекан вне гуртильного кольца однако этот брак возникает вследствие неполного попадания заготовки в чеканный пресс и поэтому происходит деформация заготовки с образованием ступеньки такой вид брака встречается редко так как отбраковывается на монетном дворе поэтому и ценится коллекционерами цена такого брака зависит от глубины смещения и года чеканки ну и сохранности конечно я думаю такой брак будет стоить не менее 5000 рублей двухсторонний оттиск проще говоря монета с двумя аверсами или реверсами один из самых дорогих видов браков возникает по причине ошибочной установки одинаковой пары штемпелей либо работник монетного двора сделал это намеренно поскольку современной технологической линии позволяет распознать такой брак и отбраковать его такой брак считается экзотическим поэтому ценится среди коллекционеров перед вами брак 2015 года и год назад такая монета с двумя реверсами ушла с аукциона за 10600 рублей односторонний чекан возникает потому что в чеканный станок попадает одновременно две заготовки при этом получается две монеты у которых одна сторона не очеканена как правило очеканенная сторона имеет хороший четкий рельеф так как чеканила сразу две монеты на монете без рисунка по краю можно наблюдать проволочный ободок это будет свидетельствовать о подлинности брака что касается цены брак считается редким и в оборот не попадает поэтому цена на вот такой современный брак составляет около 5000 рублей инкузный брак иногда называют залипуха он возникает когда при чеканке монета застревает в штемпеле и следующий чекан происходит не рабочим штемпелем а уже залипшие монеты поэтому получается одна сторона нормальная а другая имеет негативный оттиск такой экзотический брак пользуется спросом и цена на такие браки достаточно высокая поэтому коллекционеры легко отдадут за него 10000 рублей вот еще один экзотический брак так называемый двойной или множественный удар дефект возникает когда заготовка попадает дважды по чекан просто иногда монета не успевает выскочить из зоны штамповки и станок очеканивает монету повторно иногда такой брак происходит из-за плохой регулировки пресса больше всего ценится двойной удар с сильным смещением цена такого редкого брака начинается от 5000 рублей монета с выкусом один из браков возникший при производстве заготовок когда была нарушена правильная подача металлической ленты и шаг подачи листа пришелся уже на вырубленные участки выкусы встречаются не часто даже в обороте среди мелких номиналов вы сможете найти такой брак ценится монета сильно выраженным выкусом или с несколькими выкусами сразу средняя цена вот такой 10 рублевой монеты с тройным выкусом начинается от 2000 рублей брак смещения внутренней вставки встречается на биметаллических монетах и очень привлекает коллекционеров почему же происходит такой брак как нам известно вырубка заготовок у биметаллических монет происходит в два этапа то есть сначала вырубается внутренняя вставка и вторым этапом вырубается большое кольцо если происходит сдвиг подачи металлической ленты соответственно произойдет смещение под внутреннюю вставку и дальше происходит чекан на бракованной заготовки такие браки были массовыми на биометаллических монетах в начале 90-х цена на такой брак зависит от глубины смещения с аукционов современной биометаллической десятка уходит в среднем за 3000 рублей далее мы рассмотрим три случая когда бракованным оказывается металлическая лента и первый случай это расслоение здесь просто был использован некачественный лист металла для вырубки заготовок второй случай загиб блокировки встречаемость брака достаточно часто поэтому спрос низкий в чем причина браков поскольку блокировка наносится до чекана то в процессе транспортировки она может загнуться и третий случай это частичное либо полное отсутствие блокировки это происходит из-за сбоя в технологическом процессе среди нумизматов ценится мало и цена любой из монет едва достигает 100 рублей у монеты есть еще так называемая третья сторона это гурт у которой тоже встречается браки особым видом брак является гриб такое экзотическое название брак получил из-за своего рисунка когда на монете присутствует два гурта схожий по форме на гриб брак вызван другим браком смещением штампа и частичным чеканом вне гуртиного кольца считается брак редкими средняя цена ему 500 рублей если монета по стандарту должна иметь рифление они отсутствуют то такая монета является браком такое происходит часто когда монеты минуют гуртильный аппарат цена брака на современную монету в хорошем состоянии составит около 100 рублей и последний распространенный брак горта это смещение гуртовой надписи как правило краю монеты считается браком случае глубокого смещения однако стоимость такого брака едва превышает номинал по этой теме все спасибо вам что вы досмотрели репортаж до конца если вам нужно будет узнать цену на тот или иной брак в описании под видео прописано содержание в виде тайм кодов содержание кликабельно то есть вы всегда сможете вернуться и просмотреть видео обзор снова всем пока